МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В студии Роман Даров. Это новости на Универтв. Сегодня выпуски. Журналисты телеканала Мир по стиле Казанский федеральный. Опасность близка. Кому и для чего понадобятся прививки? И чем сотрудницы КФУ готовы удивить в Давосе? 24 января в Казанском федеральном университете начали отмечать Татьянин день. В КСК КФУ Уникс уже состоялся традиционный праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов вуза. Для гостей, преподавателей и учащихся студенты подготовили обширную развлекательную программу, способную удивить каждого зрителя и растопить его сердце. Подробности с первого дня о студенческом гулянии смотрите в нашем следующем выпуске. 25 января Всероссийский студенческий праздник будет продолжен. К визиту Владимира Путина в Казань готовятся многие. Например, в наш город уже приехали журналисты президентского пула, а затем посетили Казанский университет. Подробности далее. Казанский федеральный университет ожидает крупное событие – празднование Дня российского студенчества. Ежегодно Татьяне День отмечают 25 января, и этот год не станет исключением. Именно в этот праздник Казанский федеральный университет посетит первое лицо страны – президент России Владимир Путин. К такому событию всегда готовятся заранее, и некоторые журналисты президентского пула уже прибыли в Казань. Это такой порядок работы. То есть, когда прилетает президент, сперва прилетает президентский пул, называется. Вторая часть президентского пула – это телеканалы. Они вместе с президентом летают, как правило, прилетают отдельно, еще раньше, чем передовой пул. И дальше мы уже связываемся с пресс-службой президента, который работает на месте, и она нас распределяет по местам съемки. Журналисты телеканала «Мир» посетили Казанский университет 23 января, чтобы взять интервью у ректора университета Ильшата Гафурова, а также у Светланы Фролова, директора музея истории, музея Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Кроме этого, съемочная группа снимала кадры с университетом. Это пойдет в итоговую программу. То есть, часть пойдет в новости непосредственно в день визита Владимира Путина. То есть, 25 января у нас будет новостной выпуск, там, не знаю, на 16 часов или на 19. А часть из этого пойдет еще в итоговую программу. Максим Дрогнев отметил, что подобные съемки на телевидении делают всегда. Такие эпизоды снимают сразу несколько съемочных групп в разных частях города. А сделано это для того, чтобы зрителю не пришлось смотреть на один лишь так называемый паркет. На один только паркет. Это условное обозначение визита официальных лиц. Смотреть на один только паркет неинтересно. Ну, неинтересно. Нужно как бы что-то смежное, потому что зритель устанет смотреть на одни и те же лица, рукопожатие и так далее. Это, в общем-то, скучно. Согласно пресс-службе президента России, в Казани у Владимира Путина запланировано три визита. Казанский федеральный университет, Татнефть-арена и авиационный завод. Часть событий редакции «Универньюз» осветит в ближайших выпусках. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Медицинская организация «Кокрейн» выпустила новую статью о вакцинации против заболеваний. Как же привлечь людей делать прививки? Почему это является важным вопросом здравоохранения? Ответы на эти вопросы вы получите в нашем сюжете. Международная некоммерческая организация «Кокрейн» изучает эффективность медицинских технологий. Российский центр «Кокрейн» работает на базе Казанского федерального университета. В новом обзоре ученые разобрали вопрос привлечения людей к вакцинации. Недостаточная вакцинация приводит к инфекционным заболеваниям, от которых возможен даже летальный исход. Болезни можно было бы избежать с помощью вакцин. Без них возможно заражение гриппом, корио, полиэмилита, столбняка и ряда других заболеваний. На сегодняшний день это очень актуальная тема прививки и вакцинация, когда очень многие почему-то вдруг отказываются от необходимых прививок. И вот этот «Кокрейн» систематический обзор является очень важным для всего мира. Группа исследователей «Кокрейн» провела 75 исследований в 10 странах. В них изучались напоминания о вакцинации в виде письма, автоматизированного телефонного звонка, сообщениях в средствах массовой информации и других видах напоминания. Их сравнили с результатами исследований, в которых напоминания отсутствовало. «Кокрейн» систематический обзор позволил установить, казалось бы, очень простой факт, но его нужно было установить независимыми, систематически оцененными исследованиями. Исследование показало, что после напоминания количество прошедших вакцинацию увеличилось на 8%. Самым эффективным оказался звонок по телефону. Возможно, причиной этому является личное обращение к человеку. Сейчас организация «Кокрейн» изучает методы доставки напоминаний, чтобы увеличить их эффективность. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. В Давосе начал работу Всемирный экономический форум. В этом году он принимает рекордное число политических лидеров. В курортный городок, расположенный в швейцарских Альпах, съедутся более 70 глав государств и правительств. Общее число участников приближается к 3000 человек. Участие в форуме приняла и сотрудница университета Лисанна Арсентьева. 23 января в швейцарском Давосе начался ежегодный Всемирный экономический форум. Девиз 48-го форума «Создавая общее будущее в раздробленном мире». В центре его внимания вновь четвертая индустриальная революция. Участницей форума стала доцент Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Лисанна Арсентьева. Она вошла в число 50 представителей Global Shapers Community со всего мира, став единственной участницей из России. Всемирным экономическим форумом в 2011 году по инициативе Всемирного экономического форума было основано движение так называемое сообщество глобальных шейперов. Это молодые люди от 20 до 30 лет, которые занимаются активно какой-либо деятельностью и являются, будем так говорить, активистами в своих городах, странах, регионах, и которые готовы помимо своей деятельности заниматься еще социальной деятельностью. На форуме ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты обсуждают актуальные мировые проблемы. Некоторые темы, поднимаемые на форуме, перекликаются с исследованиями, проводимыми Лисанна Арсентьева. Она всерьез увлекается направлением конкурентоспособности экономических систем, национальной экономики. Основная цель моего пребывания там, пусть это будет небольшой, но вклад в формирование положительного облика Российской Федерации на Всемирном экономическом форуме. И мне бы очень хотелось рассказать о том, как комфортно на сегодняшний день жить, развиваться на территории нашей республики и в Российской Федерации. Форум пройдет в швейцарском Довосе с 23 по 26 января. 3000 делегатов из ста с лишним стран будут яростно спорить друг с другом на десятках тематических площадок, чтобы в конечном счете соглашаться в главном. О необходимости и плодотворности такого диалога, а также самой привычки слушать и слышать другие точки зрения. Более подробные интервью с Лесян Арсентьевым вы можете посмотреть в передаче «Акцент КФУ» с Юрием Малаевым, которая выходит на нашем телеканале «Универтово». Диана Шилова, Универньюз. Редакция Универньюз продолжает серию сюжетов о музее Николая Лобачевского Казанского Федерального Университета. Что стало темой сюжета на этот раз, расскажет Олег Кашин. Николай Лобачевский – великий ученый математик, один из создателей неевклидовой геометрии, сумел заработать себе авторитет в научном мире. Кроме этого, Николай Лобачевский был ректором Казанского Императорского Университета целых 19 лет, что позволило университету стать одним из лучших образовательных учреждений страны. Несомненно, что такой человек вызывал уважение у всех своих студентов. К ректору студенты имели благоговейное уважение. Была даже легенда, что один из студентов имел неосторожность дерзко выразиться о ректоре. И студенты попросили его оставить университет, иначе ему будет плохо. Он написал прошение и был отчислен из университета. А начальству было так и невдомек. Что же случилось? И почему успешный студент вдруг просил отставки из университета? Сохранилось множество записей современников Лобачевского, в которых упоминается великий ученый. А многие его студенты, вспоминая своего ректора, писали про него только самые теплые слова. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета находится книга, посвященную ректору университета. В музее Лобачевского хранится книга «Руководство к межеванию», составленная студентом Павлом Загибаловым. Она была издана в Казани в 1843 году. Самое интересное, что книга посвящена Николаю Ивановичу Лобачевскому. Сочинитель пишет «Первый труд мой на поприще науке посвящаю имени вашему». Примите этот, может быть, еще не зрелый плод, как дань благодарности от ученика своему учителю. Николай Лобачевский не только ученый. Его по праву можно назвать отцом своих студентов и гениальным руководителем. Подробнее о жизни и музее Николая Лобачевского мы расскажем через неделю. Олег Ашин, Роман Самарин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Это были новости на Универ ТВ. Продолжайте следить за нами в социальных сетях. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова